Итак, давайте перейдем к третьему пункту Настройка сайтов по категориям Для начала перейдем сначала в категорию Посмотрим, что мы создали Вы заодно сверитесь со мной А там уже будем переходить уже в сами настройки И там уже говорить более подробно Переходим в программу и смотрим Итак, я создал вот такие категории То есть у меня есть программы Система, интернет, как мы с вами создавали И я создал еще также категории фильмы Фильмы КПК Мультфильмы, зарубежные, русские, клипы и так далее То есть я по ходу, в принципе, когда начинал поиск Фильтрацию, саму фильтрацию Я создавал вдобавок вот эти категории И уже вносил сюда Также я вам что еще не сказал Мы с вами еще вносили сюда программы Вы могли также сюда вводить Любые запросы, то есть софт Софт и так далее, да? То есть сборки софта и это софта У меня, видите, появилось здесь Скачать софт, мега софт Бесплатно вайс То есть Чем точнее вы будете фильтровать Тем больше подкатегории занесется у вас в сами категории То есть и тем в дальнейшем нам будет проще уже настраивать сами сайты Итак, надеюсь, что вы создали уже эти все категории подкатегории И переходим уже непосредственно к настройкам сайта В той части, где мы будем рассматривать категории Что мы сделаем? Итак, переходим вот в эту колонку Выбираем, допустим, этот сайт И двойным щелчком Переходим в настройки сайта Что у нас здесь есть? Итак, у нас здесь есть три окна У нас здесь есть данные о сайте Все данные о сайте В принципе, настройки самого сайта Каждого сайта Очередности Также это, вот это вот есть окно у нас Оно нам не потребуется Оно принадлежит к настройкам самих новостей Это уже в следующих уроках И также у нас есть категории Так, давайте по порядку уже рассмотрим данные о сайте Ну, данные о сайте здесь, в принципе, понятно Сайт активный То есть, это галочка и актуальность Мы снимаем галочку Снимается галочка здесь То есть, новость не будет поститься на этот сайт Также группа Группа, куда мы внесли сам сайт Есть группа у нас Фильмы пустые И программы Также название сайта Логин нашей регистрационной данной Которые мы вносили при регистрации Также путь для новостей Посещаемость сайта Если у вас есть Модуль посещаемости сайта Он будет у вас здесь высвечиваться Если же нет, то вы можете Вносить его в дручную То есть, посещать какие-то сервисы Есть определенные сервисы Где вы можете определить Посещаемость этого сайта Также капча на новости Тоже отмечено То, что она есть Капча Видите, да? Капча на новости И также заблокировать настройки Что это значит? То есть При включении этой настройки Как видите, да? Если включено То при обновлении категории На всех сайтах И при получении настроек сервиса На данном сайте Настройки меняться им будет То есть Если вы заблокируете То при очередном включении программы Запуске программы Настройки сайтов С этого сайта именно Не будут меняться Это с этим ясно Понятно Здесь настройки для журналиста Я думаю Пока вам Это еще рановато Если вы только начали Зарегистрировались И начинаете только постить В дальнейшем Я думаю разберетесь Итак Нам важна здесь вкладка Второе окно еще Второе окно Что здесь? Первое Это автоматическая группировка Категорий Что это значит? Это значит Что при каждом запуске программы Или при обновлении категории Данные категории Будут автоматически обновляться То есть Будут сюда вноситься Те категории автоматически Которые мы внесли На вкладке категория То есть Эти категории будут вноситься Если мы снимем галочку То мы сможем Вручную выставлять категории То есть в этом положении Мы не сможем То есть при двойном клике У нас ничего не происходит Когда мы снимаем галочку У нас появляется Контекстное меню категорий Понятно Как видите У нас здесь Существуют категории Программы И фильмы Что это значит? Это значит Что На этом сайте У нас присутствует Под категория Видео Фильмы То есть мы фильмы внесли Помните, да? Давайте перейдем Сейчас и посмотрим То есть нам Фильмы нужна категория И под категория Видео Давайте перейдем На вкладку категория Фильмы И вот Под категория видео С этим понятно Теперь Идем дальше Что я хотел вам сказать Как видите Здесь Нету Категорий И вот на этих сайтах Если допустим Здесь нет никаких категорий То во первых Этот сайт будет При постинге Если вы допустим Будете постить На этот На этот сайт Новость Будет пропускаться Так как здесь нет категорий А во второе Второе Это То что Перейдя вот именно На вкладку Настройки сайта Мы здесь можем Устанавливать Категории Для каждого сайта То есть допустим Если у нас Фильтрацию Вот здесь вот Мы не прошли Хорошо Да Скажем так Что-то пропустили Что-то еще Что-то не нашли И так далее То здесь уже В настройках сайта Мы более точно Можем выступить Выставить категорию Именно для этого сайта Поэтому После Создания категорий Обязательно Перейдите на все сайты И проставьте уже Вручную Все категории С этим понятно Да То есть Если допустим Есть еще Такая ситуация Допустим У вас Это Этот сайт Находится в категории Программа Здесь мы ищем программу Допустим Аудио Да Что это значит Аудио Вот у нас здесь есть Программа Аудио Видео Мы можем Выставить сюда Программу Аудио Видео В дальнейшем Браузер Мы можем сюда Выставить Программы Интернет В дальнейшем Брендмаузер Тут Программа Безопасность Есть То есть Ведмастер У нас здесь нету видео Мы можем сюда Поставить фильмы И так далее То есть Идем Что я хочу еще сказать Есть у меня Вот Здесь нашел походу Вот такой сайт Допустим Есть у нас На этом сайте Только лишь Категория Обозначена программа Но Также есть и Видеофильмы Что мы сделаем Мы вносим Сюда Фильмы И при этом Еще хочу сказать Если вы будете Допустим Делать программы То Эти Ваша новость Будет добавляться Именно в эти программы Если вы будете Делать фильмы То фильмы Будет носиться Сюда И здесь Такое есть Маленькая Маленькая такая Подсказка И очень удобно Сделано Вот это окошко То есть У нас здесь Есть категория Раздел То есть Что я хочу сказать Допустим У нас здесь Уберем Да Эти фильмы Допустим Мы сюда Внесем программы Программы Поставим Да И видим Что этот сайт Внесся В категорию Программы То есть Мы допустим Хотим Сделать новость Программы И постим Допустим Выбираем Категорию Программы И постим Вот на все Эти сайты Программы Но Этот сайт Допустим Да Где он у нас Вот этот сайт Если мы захотим Сделать Фильмы Фильмы Да И сюда Где он там У нас Он Его у нас Уже здесь нет То есть В этой колонке Хотя У него есть Подкатегория Фильмы Все непонятно Да То есть Чтобы нам Не искать Допустим Вот Этот сайт То есть Чтобы Наш сайт Допустим При постинге Добавлялся В эту категорию Допустим В фильмы Да Для этого И существует Наша подкатегория То есть Мы добавляем Сюда Видеофильмы Добавляем Фильмы И Допустим Если фильм Мы хотим Скачать То есть Запостить Фильм То видим Этот сайт У нас появился В категории Фильмы Вот И программы И фильмы Поэтому важно Чтобы вы не удивлялись При постинге Что у вас Какие-то сайты Пропускаются А какие-то На какие-то сайты Не идет Или у вас Мало количество Сайтов На которые вы Постите Поэтому очень важно Проставить После Создания категории Еще раз Перейти Настройки Сайта И выставить Уже Эти категории Вырученные Не забудьте Конечно Здесь снять Галочку Если вы Допустим Уже уверены Что этот сайт На этот сайт Уже больше нечего То есть Постить Уверенно В этом сайте Поставьте Галочку Заблокировать Настройки И он у вас Будет Уже Заблокирован Ну все На этом все Я понял Я думаю Вы все поняли Как добавляются Ваши новости На сайты Как они Постятся Здесь еще Кстати да Вот категория Она сопоставляется С этим сайтом И уже Постится Если этого сайта Нет Этой категории То естественно Он пропускается Но это в том случае Если допустим У вас Выбрана Категория Все И вы Постите Вот так Без разбора Постите На все сайты На этом все Всего доброго И до новых встреч Продолжение следует